девочка шла домой из школы она шла угнетенно не желаете но ей некуда было идти больше и приходилось возвращаться домой каждый раз ее подруги всегда удивлялись почему она не стремится домой почему остается после уроков убирает класс дежурит вместо других радостно уходит на продленку в то время как другие дети все время протестовали с неохотой шли выполнять какие-то задания учителей она это делала радостно ей нравилось когда классный руководитель хвалил ее поощрял ей нравилось отвечать получать хорошие оценки и особенно когда учительницы подходили держали ее за руку кладили по голове потому что она была очень послушная и прилежная ученица ей хотелось заработать эту любовь и она зарабатывала эту любовь хорошим поведением оценками помощью и всегда удивлялись и и одноклассники почему она не хочет уходить домой в то время как они не могли дождаться конца уроков и вот после дежурств и продленок девочка шла домой она знала что думаю и никто не ждет никто не будет рад никто не предложит поесть что она сама должна разогреть поесть в то время как в другой комнате наверняка пьяный отец ругается с матерью и наверняка мать будет вымещать свою злобу на нее она приходила домой аккуратно снимала вещи прибиралась если дома была не убрана еще и уже издалека слышались крики проклятие обвинения она уходила на кухню чтобы не слышать их вечером когда все уроки были сделаны ей хотелось чтобы проверили и уроки но никто не проверял если проверяли для того чтобы найти что-либо что-либо не подходящее то что их не устраивало чтобы обвинить ее в чем-либо в чем она не виновата и отвести душу на нее ведь она не может дать ответ она уходила подальше садилась на скамейку читала книги читала много-много чтобы уйти из этой реальности чтобы не сойти с ума от этой боли и каждый раз когда она выходила и садилась на лавочку видела соседних детей которые радостно играли с отцом шутили вешались ему на шею он со смехом их крутил мама которая выходила и звала их кушать а потом они весело ехали купаться на речку или гулять или есть мороженое все время здоровались с ней и говорили а мы с папой идем на рыбалку а мы с папой идем гулять а мы с папой идем в парк и она махала им радостно и желала им удачи потом приходила домой смотрела на пьяного отца и однажды она подошла погладила его этот ее оттолкнул идея делай свои уроки не ходи здесь она написала стих маме до 8 марта и приклеила на стену кто тебе сказал что нужно клеить здесь всякую ерунду сказала мать и портить обои еще раз такое увижу оторвала порвала открытку и выкинула в мусорку она была одинока и некуда было идти некому было сказать о своей боли да и нужна ли чужая боль у каждого своя боль наверное думала она и очень много писала писала рассказы писала сказки в этих сказках она была принцессой у нее был огромный дворец ее мама и папа царь и царица баловали ее любили ее шли с ней гулять мам хочешь я прочитаю тебе сказку которую я сама написала вместо того чтобы заниматься ерундой шла бы делать свои уроки и занималась бы своими делами посреди ночи приходил пьяный отец с ноги открывал дверь начинал кричать она боялась выйти из комнаты когда слышала выкрики понимала что мать бьют бегала ее спасать она проклинала их рот ее в том числе выродка рожденного от него и чтобы вы все сдохли чтобы вас не стало как я устала от вас от всех это повторялось каждый день годами вот сегодня она идет со школы и опять не хочет домой но ей некуда идти приходится идти и уже слышат крики папа с друзьями сидит она знает что он будет сидеть до утра что утром будут разбитые стекла порванные обои избитые домочадцы но ей некуда идти ее маленькая душа никого не волнует и она не знает что будет утром и пока пьяный отец орет а мать проклинает их всех она смотрит в окно где соседские девочки радостно играются с отцом и машут ей рукой привет а мы с папой идем гулять и она машет им в ответ и желает им удачи и желает им удачи искренне от всего сердца без зависти она счастлива ведь в этом мире оказывается не только несчастные девочки живут еще и счастливые девочки у которых папа идет с ними гулять где папа трезвый любящий где мама зовет их кушать шутит с ними обнимает их хвалит и говорит что они красавицы оказывается в мире есть и счастливые девочки и она машет им и желает им удачи идет на кухню делать уроки под шум и крик пьяного отца и полной ненависти матери которые почему-то родили ее и сами не знают зачем для чего и и и